Я пришёл сюда как представитель молодёжи и хочу поменять систему образования и достучения до молодёжи. Наши всенравственные морали, так я их назову современным языком, они для детей бессмысленные. То же самое, что взять и горохом кинуть в стенку, и он не разобьётся. Мы можем рассказывать им, показывать, но им это неинтересно. Они не любят нас слушать и они не хотят слышать нас, потому что они считают, что они взрослые, они лучше знают, чем мы. И детское внутреннее состояние – это то, чтобы пойти всегда против взрослых. Это всегда было и всегда будет. Я вам предлагаю несколько пересмотреть воспитание, методы воспитания и именно нравственное воспитание. Сначала мы заинтересовываем, а потом уже начинаем рассказывать о Боге, о нравственных законах и о прочем всём, что нам нужно рассказать. Это во-первых. Во-вторых, мы должны попасть в интернет, быть в интернете, так как молодёжь сейчас сидит в интернете. Я тоже сижу, даже какое-то время провожу в интернете. И большинство людей, детей, сидят, смотрят фильмы на YouTube-каналах сидят, там вайли смотрят, ну и всё, что сейчас молодёжное. И мы тоже должны туда попасть. А как мы можем туда попасть? Начать снимать свои видеоролики. Он нравственным, но мы должны так рассказывать, как разговаривает молодёжь, то есть на современном языке. Мой однокурсник по магистратуре то же самое и сделал. Он священник, служит под Минском. Он, я так скажу, залез в интернете. Я вам сейчас покажу один из его, ну, наверное, сто роликов, как он рассказывал о хвосте в баре. И рассказывал доступным, простым языком на молодёжном таком сленге. Доступно просто, видео небольшие, и если вы захотите детям показывать в школе, это будет очень полезно. Там не нужно долго распинаться, там просто показать, и там будет весело и хорошо.